В культуре Нидерландов 17 век занимает исключительное место. В результате религиозных войн образовался союз протестантских северных областей, получивших название Голландия. Новая буржуазная республика стала процветающим европейским торговым государством, граждане которого стремительно богатели и обретали новые привычки. Появился новый вкус к жизни. Разбогатевшие представители третьего сословия теперь становятся главными заказчиками и потребителями искусств. Живописцы рождали произведения небольших размеров и повседневных сюжетов, и именно поэтому их принято называть «малые голландцы». Востребованность изобразительного искусства привела к тому, что в тот период в стране работало около двух тысяч мастеров. Популярность ремесла была очень высока. Современники отмечали, нет такого бедного горожанина, который не желал бы обладать произведениями живописи, предпочитая даже сокращать расходы на еду. Художники были настолько уверены, что их работа будет оценена, что часто они сначала писали полотна, а затем искали на них покупателя. Что же отличает живопись малых голландцев? Она соответствовала вкусу третьего сословия. Она понятна любому, даже неискушенному в искусстве человеку. На этих картинах Голландия предстает такой, какой она была в 17 веке. Не идеальной, но с чувством гордости и собственного достоинства. Таковой мы ее видим на многочисленных пейзажах, с любовно выписанными городскими улочками и ухоженными домиками. Или сельские сюжеты с бесконечными ветряными мельницами и тучными стадами. Отдельно нужно выделить картины с уходящими вдаль морскими видами, так любимыми голландцами. Мы становимся свидетелями бытовых сцен, наполненных чувственностью и восторгом. В уютных комнатах и чистеньких двориках словно подглядываем, подсматриваем за жизнью обычных голландцев. Мужчины и женщины проводят досуг за чтением или игрой на музыкальных инструментах. Флиртуют и лебезничают друг с другом. Праздные гуляки радостны, беззаботны и готовы разделить с нами свое веселье. Служанки в накрахмаленных передниках и чепчиках деловито занимаются домашними делами. Стараясь запечатлеть ускользающую красоту незначительных моментов, голландцы увлеклись жанром натюрморта, который приобрел невероятную популярность. Художники пытались с фотографической точностью изобразить фактуру разнообразных предметов. Мягкий ворс персидских ковров, почти прозрачные до самых косточек кисти винограда, тронутые увяданием листья и цветы, хмельная жидкость в стекле тяжелого фужера, аппетитно лежащие на металлическом блюде куски ветчины и рыбы, спиралью свисающая кожура надрезанного лимона. Все настолько правдоподобно, что хочется прикоснуться к вещам, взять в руки или попробовать на вкус. Еще большим спросом, чем натюрморты, пользуются портреты, на которых предстают новые хозяева республики. Значимость персонажей подчеркивается торжественными позами, выражениями лиц, богатством одежды и аксессуаров. Помимо индивидуальных портретов, в то время появились и групповые, созданные по заказу разного рода гильдий, испытывающие гордость за себя и молодое государство. Характерной особенностью творчества малых голландцев является общий негласный договор писать картины о повседневной жизни и радости бытия, а перенувь мифологические и исторические сюжеты, столь популярные в других странах. Любовь ко всему происходящему, жизнерадостная легкость, доступность, профессиональное мастерство в сочетании с высокой одухотворенностью сделали голландскую живопись ярчайшей иллюстрацией в большой книге мирового искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова